Вы готовы, дети? Да, капитан. Нет, уверяю, к такому ни вас, ни меня жизнь не готовила. У здоровой женщины месячных нет. Здоровая женщина не должна истекать кровью, ведь любое кровоизлияние это желание отомстить на тонкоматериальном плане и на психосоматике. Всем привет, друзья, меня зовут Павел, и сегодня мы с вами прям-таки с головушкой окунемся в теплые воды самого натурального трэша из тиктока. А проводником в мир ора, испанского стыда и попыток разбить себе лоб рукой выступит Екатерина. Знакомьтесь, Катенька настоящий психосоматолог? Специалист по психосоматике, курильщика. Это очень важное уточнение, потому что ни к настоящим специалистам, ни уж тем более к психосоматическим расстройствам наша героиня не имеет никакого отношения. И, наверное, можно было бы просто пройти мимо, если бы Екатерина не являлась просто-таки хрестоматийным гурой социальной сети. Так что сегодня мы на ней все пункты и отработаем. Каждый уважающий себя знаток жизни просто обязан выпустить видос или пост с максимально бредовым, но очень интересным посылом. Ничего не понятно, но очень интересно. Ведь именно так можно обратить на себя внимание потенциальных клиентов. И вот тут, скажем честно, Екатерина слегка перестаралась, потому что даже тикток не был к этому готов. А это о многом говорит. Возможно, Инстаграм недостаточно быстро развивался, копипаста... Во всех болезнях детей виноваты родители. ...собирала слишком мало лайков, и наша героиня решила пойти с козырей. Ну а чё мелочиться? Никсель Пиксель, подержи мою менструальную чашу, я иду покорять тикток. У здоровой женщины месячных нет. Здоровая женщина не должна истекать кровью, ведь любое кровоизлияние — это желание отомстить на тонкоматериальном плане и на психосоматике. Тогда почему же у женщины тут месячные? Да очень просто. Мамы с детства засадили девочкам в мыслеобраз о том, что они у тебя придут. И в этот момент все те девушки, родители которых не хотели говорить с дочерьми на неудобные темы, рано ещё, и в итоге физиологическое взросление пришло абсолютно неожиданно, ну да, ну да, пошли мы нафиг. Аж интересно стало, кто же это та самая первая мать, решившая воздействовать на тело дочери таким психосоматическим образом. Хм, а может и на мужчин можно так повлиять? И таким образом девочки запускают монстров в своём теле. 21 век. Монстры в твоём теле. Ведь все же знают, что мысль материальна, и мы сами создаём свою реальную действительность. Так почему бы не отличить то, что мешает жить? Представьте, как порадовались бы мужчины. Эээ, то есть менструация мужчинам в первую очередь доставляет дискомфорт. Ценное замечание. Мы на горе всем буржуям Мировой пожар раздуем Мировой пожар в крови Господи благословим Так вот о чём Александр Блок писал. Или женщины придумали такой хитрый способ, чтобы выносить мозг, устраивать истерики и не давать своему мужу. Вы знаете, для того, чтобы не позориться в интернете, достаточно просто получить базовые знания в той сфере, о которой вы решили поговорить. Вот минимум. Потому что то, что несёт эта мадам, это даже не уровень хим-биокласса. Это просто базовые человеческие знания. Ну, точнее, их отсутствие. Зато как удобно. Никаким врачам не нужно обращаться. Проблемы с циклом? Так это ты просто здоровой становишься. Не знаю, работает ли это с критическими днями, но вот выключать мозг, оказывается, действительно можно. Сама Екатерина вот так оценила успехи этого тиктока. Сегодня очень насыщенный трудовой день. Я просто взорвала тикток. Взорвала так взорвала, тут не поспоришь. Только вот уже к вечеру аккаунт растворился в воздухе. Не справилась с популярностью. Но, к счастью для нас, основная деятельность Катюши протекает в инстаграме. Именно там она помогает людям. Вы не можете называть себя специалистом психосоматики-курильщика, если на своей странице не пытаетесь докопаться до истинного, скрытого смысла русских слов. Вот и Катюша, не только знаток гинекологии, но и филолог со стажем. Ну что ж, давайте познакомимся с тайнами русского языка. Русский язык со стоповым и Катенькой. Давайте начнем с терминологии. Кто такая невеста? Невеста – это та, которая не получила весть о замужестве. И не подготовлена родителями к супружеству. Это блудница-наложница. Когда муж берет в жены невесту, он оплачивает ее блуд за свой счет. Потому что невеста – это блудница. Она идет блуждать в поисках себя. А веста – это та, которая подготовлена и обучена родителями. И которая получила весть о супружестве, и замужестве, и согласии родственников. Благословение. Очень похоже на правду. Нет. Радует, что подобные глубокие филологические разборы – нередкие гости в профиле Катюши. Вот она расчленила слово «духовность», даже стрелочки нарисовала. А тут и до наших любимых приставок «без-без очередь» дошла. Правда, в этот раз заморачиваться уже не стала и запихнула картинку, которая в каждом бракобесном паблике побывала уже раз 20. Но от этого информация не становится менее важной. Кстати, у меня есть отдельный ролик об этих мистических приставках. Если не смотрели, обязательно ознакомьтесь. Но на одних приставках и невестах, как вы понимаете, далеко не уедешь. Это так, добавочный контент. Это как фотографии моей собаки, которые просто утонули в море рисунков, которые я в последнее время выкладываю в своем инстаграме. Здоровье и дети – вот те темы, на которых просто обязан стоять блок о психосоматике курильщика. Сегодня хочу поговорить с вами о том, почему болеют дети. Тело – это наш учитель. Болезни на физическом плане проявляют ментальные и эмоциональные проблемы человека и указывают на то, куда нужно обратить внимание. Болезни детей – это проекция отношений между родителями. Если вам вдруг показалось, что где-то это мы уже слышали, то вам не показалось. Практически каждый врач по призванию исполняет одну и ту же песню, даже не особо меняя слова. Соответственно, здоровье детей – это зона ответственности родителей. До 12 лет ребенок находится под опекой матери на физическом и на ментальном уровне. И когда между папой и мамой происходит конфликт, то дети это чувствуют на ментале и проявляют это в болезни. А когда у ребенка только мама или только папа, или в семье вообще никто не ссорится? А что там у сирот? Поэтому, чтобы дети росли здоровыми и счастливыми, родителям нужно начинать с себя и с выстраивания здоровых отношений в семье. Никто не спорит, скандалы и крики родственников как минимум ментального здоровья точно не добавляют. Но все проблемы объяснять влиянием родителей – такое себе. Пока отец и мать, наслушавшись подобных знатоков, будут активно пытаться разобраться в себе, может оказаться, что ребенку, ради которого весь духовный поиск и был затеян, уже и медицина не успеет помочь. Главная проблема, катюш, всех мастей и разливов – они отбирают у больных людей время. Естественно, любой специалист обязан как-то отреагировать и на пандемию. Нужно же рассказать подписчикам правду о злых вирусах. Вирусы приходят в двух случаях. Первый – когда система готова к взрывному росту, и ей нужна информация, которая как раз и поступает в организм через вирус и адаптирует к изменениям в окружающей среде. Второе – либо система деградировала до такой степени, что ее нужно сгрохнуть, когда жить так, как мы живем, стало уже невозможно. Да, именно в этих двух случаях. У меня нет причин сомневаться в словах Екатерины. И когда мы адаптируемся сами к изменениям в окружающей среде по своей доброй воле, то вирус пройдет для нас незаметно, бессимптомно. А если нет? Для чего ко мне приходит болезнь? Да, именно такой вопрос каждый из нас обязан себе задать, когда приходит болезнь. А мы обычно как спрашиваем? Почему я заболел? Как вылечиться? И, между прочим, это хороший вопрос. Каждая болезнь – это следствие внутренних программ. Господи, да почитайте вы, что такое психосоматические расстройства. Не все в этом мире можно объяснить внутренним настроем и мыслями. Только не катю тхи читайте. Обиды на себя, самообвинения, обиды на родителей, на мужа, на друзей, недоверие к миру, тотальная закрытость от боли и принятие жизненного опыта разрушает нас. Да, разрушает изнутри. Только вот не вызывает менингит и стоматит. Каждая болезнь учит нас. Обрати на свои чувства внимание. Пойми, раскопай, что ты в себе хранишь. Убери это, и я уйду. Конечно, болезнь точно уйдет. А если и не уйдет? Ну, об этом Катюша не будет говорить. Или просто человек не до конца разобрался с внутренними демонами. Поэтому тело – это наш учитель, а болезнь – это благость. И мы сами себя способны исцелить. Не таблетками, нет. Они-то как раз и выключают процесс исцеления. Ммм, а вот мы уже и до отрицания лекарств дошли. Конечно, какие нафиг таблетки? Лучше обиду как следует проработать. Тем самым устраняя сектом. Но проблема остается внутри нас. Поэтому, если вы сейчас болеете, задайте себе вопрос. В космос, для чего ко мне пришла эта болезнь? И ответ придет к вам. Или не придет. Или не ответ. Каждый гуру просто обязан топить за естественность. Но, конечно же, куда лучше, если у тебя есть какая-то специализация. Вот, Катерина у нас, вы могли догадаться по ее спичу о менструации? Знаток женского здоровья и сторонница естественных родов. Как еще к родам готовились? Роды в традиции происходили на расслаблении. То есть, через удовольствие, через оргазм. Оригинально. Но я верю, если об этом говорит такой специалист. Рождение ребенка должно быть после 36 лет. То часики тикают, то только после 36. Господи, слава богу, я не женщина. А то просто голова бы кругом пошла. Кого слушать? Конечно, Катя. Потому что есть определенные четыре этапа девятилетия, совершеннолетия каждого человека. Четыре этапа девятилетия, совершеннолетия. Нет, звучит вполне разумно. То ребенок чувствует это все. И, рождаясь в таком состоянии, что его не ждали, у него закладывается матрица суицида. Вы думали, здесь не будет разговоров о матрице? Вы правда так думали? Что-то вы мне пишете. В 19 веке в 36 лет уже помирали. Нет, на самом деле люди жили по 200 и по 300 лет. Просто эти знания были кастрированы. Вот оно что! У нас оказывается еще и в истории такие глубокие познания. Но вернемся к домашним родам. Да, как бы мужчина и женщина, они к этому готовы, они к этому идут. То есть природа подсказывает им, что делать. А когда у них закладывается понимание, что нужен еще кто-то, то есть они перекладывают ответственность на кого-то. И то есть таким образом провоцируют момент того, что может случиться какой-то инцидент. Какая замечательная позиция. Проблемы во время родов, ну, сами своим неверием спровоцировали. Но многие закончат курсы и идут на следующие, потому что якобы еще не готовы и не все узнали. Так вы так всю жизнь будете все узнавать, а деньги из семьи так и будут утекать в трубу, не возвращаясь в умноженном эквиваленте. Поэтому перестаньте париться, что вы только что закончили что-то. Начинайте практиковать. Ведь главное, что вас от этого прет, а значит результат не заставит себя долго ждать. Вот по такому принципу Екатерина, судя по всему, и живет. Никаких знаний по анатомии, истории, просто научного мировоззрения. Кому это надо? Главное, что ее прет, а значит можно открывать запись и принимать клиентов. И не беда, что несешь мракобесную ересь. Тут вам и проработка одного вопроса или ситуации, и коррекция и налаживание всех сфер жизни комплексно. То есть, девушка, которая не понимает даже как ее организм функционирует. У здоровой женщины месячных нет. Решит просто все ваши проблемы. Чудо, а не человек. Вандервумен, не иначе. Ну и конечно же, аудиовебинары, рождение и развитие ребенка в традиции, с матрицей, виной родителей и прочими прелестями. И не менее интересный курс, как от секса зависит ваше материальное благосостояние. Наверное, можно было разобрать какие-нибудь еще видео или посты. Но, признаюсь, мне просто некогда. Я должен успеть записаться на вебинар о связи секса и денег. Здравствуйте, а вы точно психосоматолог?